Здравствуйте! А вы Никитина? Захожу к Никитиной, она сидит на месте без маски. В общем, Никитина это, без маски спалилась. То есть, значит, может пролюпнуть? Запросто. Лукьянов, зампрокурора. Без маски, кстати, да? О-о-о, жесть вообще. Да-да, все без масок сидят. Чего они, все сами ходят без масок, а вас заставляют? А у нас что, пандемия? Получается, так? Получается или по закону? К какому постановлению? Комаровой? Которой она не подписывает? А это уже не судьба. Как-то не судьба. Вам не надоело в масках ходить? Надоело, но ничего сделать не можем. Как не можете? Вообще ничего не может. Не надоело? Не надоело? Может как-то объединим усилия? Сами понимаете, время такое здравствуйте. А если наколенники скажут надевать? Как для чего? По полу ползать? Для чего? Кимкин Заза не смотрели? Че, серьезно? Можно пройти? Меня впервые за год пропустят дальше первого этажа? Да, можете вот так. Такое средство самообороны никаких не носит. Живое слово, самое лучшее средство, самое оборудование. Правильно? Я хочу пройти мимо металлодетектора. Вручным досмотром. Можете сделать? Хоть как-то повысим уровень осознанности. Опять предупреждение об уголовной ответственности? Да. А что, порчу? Опять порчу, да? Так вы же в курсе, что я ни одного дела не испортил ни разу? Туда-сюда в футболе. Если ко мне по человеку, то я по человеку. Пишите в полицию. Обращаясь в полицию, бездействует. Обращаясь в прокуратуру, бездействует. Говорят, идите в суд. Обращаясь в суд, они мне заворачивают мои заявления и говорят, они у вас не подписаны. А со второго раза приняли? Бурлузки. Это что, секретная информация? Ну, как бы да. Как бы или да? Это секретная информация. Так как бы или да? Разделу здесь, я хочу ознакомиться с ним. Как Бурлузки, людей в психушку упекают при суждении бессрочного принудительного лечения. Состояние здоровья? А при чем-то здоровье? Ну, Бурлузки дает. В принципе, дело не рассматривалось. Звонить, долбить, пока не возьмут. Долбить прям? Прям долбить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу ознакомиться с материалами дела. А я больше месяца назад отправлял и четыре дня назад. Никитина и Бурлузки. Можно секретарей вызвать? Звоните. 778-163. Подождите, это кто? Никитина. 778-163. Здравствуйте. Что не здороваетесь? Я не слышал. Здравствуйте. Тоже не здороваюсь. Алло? Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела. Очень хорошо. Персона. Антон Николаевич Булгаков. А вы с какими хотите эти материалы познакомиться? А вот подавал иск в суд о незаконном отключении от электричества Никитиной. Она вынесла определение об отказе от принятия иска. Вот. И я бы хотел ознакомиться с материалами дела, в том числе со всеми определениями. Ну, я вам еще раз сказала. Вы же подали частную жалобу на данное определение. Так. Ну, материал оформлен и отправлен в округ. А, они там сейчас, да, находятся? Ну, скорее всего, либо звоните, последние цифры. Кто у нас сейчас? 184. Потому что у нас этого материала нет. Если его не отправили, то он находится в канцелярии. А, подождите, подождите, девушка. Я еще направлял волеизъявление о том, чтобы все материалы дела были доступны через Газправосудие. Через Газправосудие данные документы не могут быть. Почему? Ну, потому что мы только итоговый документ туда выкладываем. А почему только итоговый? Ну, это не к нам вопросы, а к законодателю. К законодателю? А что, в законе прописано? Вам поговорить надо или что? Нет, я хочу ознакомиться с материалами дела. 184 звоните и знакомьтесь. Ваше право никто не нарушает. Пожалуйста. А 184 это что? В канцелярии. Ваше же? Ну, конечно, городского суда. А какого еще? Ага, добро. Благодарствую. Так, а у Бурлузского какой номер? Ммм, 778-124. Что у вас, наколеночный режим еще не вели? Нет? Только масочный пока, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, я бы хотел ознакомиться с материалами дела. Так, по какому делу? Подавал иск о незаконном отключении от электричества персона Булгаков Антон Николаевич. Все, понял. Так, извещения вы пока не получали, да еще? Ничего не получал, ни звонков, ни извещений, ни уведомлений, вообще ничего. Так, окей, я вам сейчас все сообщу. Будьте добры, вынести материалы дела, я хочу здесь ознакомиться. Скажите, пожалуйста, вы писали заявление об ознакомлении с материалами дела? Конечно, через ГАЗ правосудия зарегистрировано. Когда вы направили? В пятницу. В пятницу, да. Скажи, пожалуйста, нам поступало заявление об ознакомлении с материалом дела по заявлению Булгакова? Не помнишь? А, в пятницу направляли, да. Так, сейчас посмотрим. Жду? Угу. Нет, 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 мы только возбудили. Булгаков, Булгаков, Андрей. Антон Николаевич. Привет. А что по поводу вакцинации, не вакцинирует вас принудительно? Нет? Еще нет? Алло, слушай. Смотрите, к нам ваше заявление, оно зарегистрировано, но к нам еще не передали с первого этажа. Я просто могу вам по телефону устно сообщить, как бы даты с судебными заседаниями, на какую мы назначили. И потом, как к нам заявление поступит, мы вам позвоним и пригласим вас на ознакомление с материалами дела. Так, меня сейчас интересует, я хочу ознакомиться с определением о назначении беседы. Там беседа назначена, а не заседание. Я хочу увидеть определение о назначении беседы. Будьте добры, вынесите сюда, я его сфотографирую и уйду. Вы внизу, да? Да. А вообще, я писал заявление на ознакомление со всеми материалами дела. То есть, там должно быть мой иск, ну и все материалы. Я понял, да. Материалы, где будьте добры. Материалы, где будьте добры. Мы пригласим, а по поводу определения о подготовке дела, то есть, ну, сейчас я спущусь и вам вручу. Давайте, жду. Все, давайте. Секретарь. 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 или заставлять а потом же чип чипы начнут маски то все отделе пойдем там подождем что недолго идут а я могу к ним пройдет почему только через звонок что пропустили а это что такое Состояние здоровья? А при чём-то здоровье? Ну, Барлутский даёт. Он же знает моё состояние здоровья. Принятие, ответчик правил. А где назначение этого беседы? Здесь указано? Код беседы состоится. А дальше судебное заседание. Всё? Всё. Завтра можете прийти после обеда. Скажите, девушка, я Никитиной звонил, они говорят, что идёт вообще нет. А в канцелярию можно пройти? Нет, звоните, узнавайте. Они группы не берут? Я ничем вам поможет. Ну, а зайти... Завтра вы можете прийти на подавление. Вы уже три раза повторили, и я с первого раза понял, что завтра после обеда. Что, номера сами по себе затирается, да? Восемь. Ну, всё прозрачнее и прозрачнее становится. В канцелярию можно пройти? Они трубку не берут. Нет. Ну, а как? Ну, позовите, пожалуйста, их, кого-нибудь. Я так не беру. Какой номер? 184, который вы сказали. 184. А, не, не вы, девушка, секретарь Никитина. Да? И мне тут в канцелярии 184. А? Вам приёмная суда нужна, 109-й кабинет? Нет, она сказала, звоните в канцелярию по поводу материалов дела Никитиной. Номер назвала 184. А что там в 105-м? В канцелярии? Ну, там эти вот дела исполнительные, если готовят. 778-112, попробуй, это надо. Тоже не берут трубку? 778-180. И так каждый раз. Мы всегда берём трубку. Тоже трубку не берут? 112-й. Тоже не берут? Тоже не берут? Тоже не берут? 112-й. Ну что, можете позвать кого-нибудь? Да кого я вам позову? Позвониться только. Трубки не берут? Так звоните, может вышли, еще что-то. Куда вышли? В работу в жилью. Ну вот 105 кабинет, он же здесь на первом этаже. Вызовите кого-нибудь или дайте пройти. Мы же не можем участвовать в судопроизводстве. Так я вас не прошу участвовать в судопроизводстве, я спрошу позвать человека. Увы, нет. Как нет? Почему нет? По распоряжению, по внутреннему регламенту. Там вот такие вот... Вам не надоело в Москве? Ходить. Надоело, мы ничего сделать не можем. Как не можете? Вот так. Вообще ничего не можете? Так, а кто там Никитина первая? 163, да, было? Алло. А кто говорит? Алло. Трубка бросает. Ну, все ясно, игнор полнейший. Сразу отбой идет. Ладно, благодарствую. А, ушел, пошел? А говорил, не может? 180, награй. А, я думал, вы что, позовете-ка вот. А что, 180? А это кто? 178, 180. А это кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Лукьянов. Как ваши дела? Синхронизация полнейшая. Лукьянов, зампрокурора, который на видео в интересной позе. Без маски, кстати, да? А что, а что у вас эти, без маски ходят? А остальных заставляйте маски носить? Вопрос. А? Так я им задавал. А как задавать, если никто трубку не берет, здание не пускают? Это как? Кому задавать вопрос? В аппаратуре. Так я задавал. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, мне нужно ознакомиться с материалами дела по суде Никитиной. Так я не веду судью Никитину. Когда писали заявление? А, смотрите, я звонил секретарю, да, Никитиной. Мне сказали, что так как я подал какую-то там частную жалобу на определение... Что за дело? Значит, дело в суд подавал где-то месяц назад о незаконном отключении от электричества. Персона Булгаков Санта Николаевич. Подавали когда заявление на ознакомление? На ознакомление где-то недели две назад, 19 февраля. Ну так я не веду судью Никитину, вы не на этот номер звоните. Не, я позвонил секретарю Никитину, она сказала обратиться к вам, что у вас это дело. Номер дела скажите. Ой, я не помню сейчас. Фамилия скажите еще раз. Фамилия Персона Булгаков. Вы ответчик, да? Персона является истцом. То есть это... Ну вы ответчик. Не, 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 не. Иск подан от имени ИСА. Антон Николаевич, стороны. Дезвежер. Дез? Отвечек Дезвежер. Угу. Ничего понять не могу. Дело Никитинское? Да. Почему судья Бурлутский? Нет, это повторный уже иск подан. А первичный был примерно месяц назад подан, и там отказали принять ее по странному определению, что якобы иск не подписан. Вот я хочу с этим определением ознакомиться. Ну вот я вижу только Булгаков Антон Николаевич, это по Бурлутскому, поддительное вообще не вижу дела. А ну в Ханты что ли ушло? Там была частная жалоба подана. Вполне, мне номер дела нужен. Я вот по фамилии ищу, и я нашла только за 2021 год с ДЕС. Угу. Антон Николаевич. Все, дальше пошел Виктор Николаевич, Владимир Владимирович, все, ну кроме Антона Николаевича. Угу. Так, а как быть, где это дело найти, как с ним ознакомиться? Номер дела мне хотя бы надо знать. Для начала. Номер 180, да? Да. Сейчас я вам, сейчас вам сообщу номер. Нет. Номер дела нужен. Второе дело видит, первое нет. Радкий счет. О, дозвонился наконец-то. Девушка, я вам номер дела нашел. Диктуйте. 9-272. 272? 9-272. 272 по девятке. Никитина, 10 февраля поступил иск. Иск поступил 10 февраля? Да. Я у вас на сайте суда городского нашел информацию. Не знаю, почему вы не можете найти информацию. Могу второй номер сказать, который с буквы КМ. Ну-ка, давайте его. Буква М-1253. А первая сторона, кто у вас? Иск подан от имени Персоны Булгаков Антон Николаевич к ДСВЖР. Ничего, через девятку. Какой номер? 9? 9-272. не можете найти но на сайте суда то есть информация она просто там указывает что там указано у вас на сайте сюда вот какая информация последнее событие какое ой сейчас секунду там была подана частная жалоба никитина заявление возвращено заявителю 17 февраля как несоответствующая требуем наверно вас обездвижили и вернули вам да там она определение вынесла что якобы подпись отсутствует в исковом заявлении я подал частную жалобу и скорее всего из кого каким числом определение это вынесено чего каким числом определения вынесено то февраля 17 февраля материалы вышли в ханты все равно вас информацию должно же тут должна не надо вообще найти девушка ну что там но я еще не могу я вас найти не знаю я вообще не секрет и я не веду никитину судью я не знаю почему вам дали мой номер телефона были к вам обращаться а мне что делать никто трубки не берет него не дело найти не могут дело неизвестно где мне как получить в здании не пускают ну повисите часы на точку на телефоне сейчас вот я непосредственно схожу нет я не буду бросать трубку просто повисите я писал что в газ правосуде разместили не размещают не предусмотрено закон дать а скажите пожалуйста не через девятку не через м-ку вот два а последующие цифры есть у вашего дела через двойку через двойку нет только вот через девятку через м-ку через девятку это значит у вас возврат иска был а через м-ку значит вас обездвижили то есть в принципе дело не рассматривалась но мне все равно там же вынесены были два определения об отказе в удовлетворении связи с тем что не что-то там не не досланы какие-то документы и второе это определение о возврате в связи с тем что это подписи нет с этими определениями ознакомиться это заявление на ознакомление когда материала не числа 10 где-то 10 февраля да 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 давно они 19 19 февраля 19 февраля до через газ правосудие направлял так это вам надо звонить на сто восемь четыре они мне так я им звоню не трубку не берут но я не веду этого сути вы это что хотите на меня и не отписывать в принципе суде никитину на сто восемьдесят 4 если трубку не возьму чем не делать звонить долбить пока не возьмут долбить прям долбить я что я ничем помочь вам не могу я не веду эту судью вела бы сказала да хорошо обычно всегда на ознакомление когда присылают в первую очередь эти заявления отрабатываем девушка благодарствую за теплые слова за адекватные будут и мне кажется не особо были адекватные нет абсолютно адекватные буду буду долбить вашего вы предоставляете 417 сами выкупаете не надоело не надоело может как-то объединим усилия а если наколенники скажут надевать наколенники для чего как для чего по полу ползать для чего фильм кинза за не смотрели как не относится у вас где-то прописано в инструкции что вы обязаны носить маски в законе судебных приставов закон судебных приставов как относится к машине маски в момент пандемии а у нас чё пандемии получается получается или по закону каком постановление комаровой который она не подписывает как-то не судьба если посмотреть она же в электронном виде имеется не знаю здрасте ознакомить сейчас секунду договорим ознакомиться материалами дела ну да звонили сегодня дурловский если он суде без маски никак а я хочу без маски не можете а я могу пройти что ли нет позвольте зачем не на и если я прохожу тогда я позвольте они сюда дело вынесут или мне надо будет против позвонить пожалуйста выяснить зачем по паспорту зачем мне надо позвонить но имя и отчество фамилия антон николаевич булгаков фамилия мелочи персон а я не хочу не хочу я просто не вижу основания какие зачем чё давно паспорт мы не видели вы же знаете вот персоны так же как я и сказал вчера тут у вас лукьянов заместитель поколова вышел без маски да вчера вчера меня тут не было я этого не лицезрел нет ничего не все сами ходят без маска вас оставляет это справедливо если бы я лицезрел то что конкретно когда я заходите на канал сургоднозор и посмотрите что серьезно можно брать и меня меня впервые за год пропустит дальше первого этажа если если просто наденете маску и соответственно зарегистрировать в журнале ну и пройдете стационарный металлодетектор без скажем так претензий к нам каких-либо так вам какие претензии то что он там облучает и так далее замечательные люди особенно этот загидулин рустам тагирович который лежит вместе со скамейкой поднимает сколько силы надо чтобы трех женщин вместе со скамейкой подняли есть у вас мальчика с собой а его так ну можете вот так под принуждением под вашу ответственность по себе самообороны никаких не носит живое слово самое лучшее средство самообороны потому что когда все изымают например в текущей меня удерживали все два дня незаконно не лечили не птичка ли не карандаш не бумагу ничего не давай сами понимаете какой у кого сейчас уже поможет сейчас у до двух я хочу пройти мимо металлодетектор вы вручным досмотром можете сделать самобороны чтобы только живое слово правильно по поводу видеосъемка в курсе отчетом вручание за председатель стиль серьезно получается так он выше чем конституция создание суда есть определенные правила утвержденные старшим судебным конституция здесь не действует здесь почему действует и тем не менее имеется за правило поведение правила поведения правила вы утверждаете я уточнил и сообщили обстоятельства что есть определенные правила я уточняю правила лучше закона а вот он разрешает разрешать сборную информацию в любом месте и свободное предназначение здравствуйте здравствуйте да без я не помню а говорили я не обязан я же с вас на какой-то исполнительный документ федеральный закон на что-то если вам заводить я освобожусь приду мы с вами телефону посмотрим хорошо с проблем хоть как-то повысим уровень осознанность на вичула благодарство а какой кабинет 420 4 этаж здравствуйте а вы подскажете я одно дело потерял 9 числа февраля был поддан иск в отношении дезвежера незаконном отключении от электричества фамилия мирович что персонал был гайков антон николаевич скорее всего к нам да но я писал 19 февраля выразивление на ознакомление с материалами дела а где-то с нас требуют отбирать расписку вот предлагаю написать что предупреждение об уголовной ответственности интересно на каком основании а чё чё порчу опять порчу да такой же курсе что я не ни одного дела не испортил ни разу но с требует вы отказываетесь на закан лица если это бумажка не предусмотрено законом а мельченко то же самое пыталась да я в курсе я в курсе это вы это я уже проходил я не собираюсь портить дело а на каком основании это все хорошо норматив правной акт назовите на основании которого вы вот эту расписку там не написано что при знакомлении с материалом дел нужно будет о чем потом предупредить через кресло сломано что тема когда у здания отремонтирует вы мои видео не смотрели смотрите как гурбузки люди психушку упекает проводится за судьями заседания прям психушке и выносит незаконное решение при суждении бессрочного принудительного лечения а по апелляции вышел не кололи не пичками просто удерживали незаконно что донни апелляционное определение отменила его решение ну то есть к нему доверие вообще никакого скорее всего отвод будет даже несколько русский начал писать свою фамилию собственную наручную а в постановлении нет еще научился в курсе что согласно законодательству рэп какая 19 только собственно ручина написанная фамилия является подпись а тогда вот это что такое это можно читать подпись отдаю в целости и сохранность и никакой расписки об углу надлитки благодарству вас как зовут прошит заходите на канал сургут надзор посмотрите видео на ю тубе до свидания это моё одесса 7к мне сказали 107 подойти ознакомиться материалами дело принесите на масочку наденьте ну мало ли меня тут раньше вообще никуда не пускай здравствуйте подскажите да не волнуйтесь не попадете никуда если ко мне по-человечески то я по-человечески смотрите подал иск примерно числа девятого гражданское дело иск дсвжр об незаконном отключении от электричества вот никитина вынесла определение об отказе в принятии якобы там не отсутствовала подпись на самом деле она там была вот я подал апелляционную это жалобу в частном порядке частную жалоба никитиной да и вроде как оно ушло в ханты а я номер дела 19 числа писал выразивление ознакомиться с материалами делали спор не ознакомлю вот хочу выяснить где дело и как можно ознакомиться мне там сказали к вам обратиться туда-сюда футболит никак дела не могу найти фамилия персоны болгаков позавчера приходил а вы можете распечатать ну что на ушло вчера я позавчера приходил обзвонил всех тут мне говорят долбите долбите сами девчонки говорят долбите по всем номерам звонить долбить пока не возьмут долбит я всех обзвонил мне говорят делать дело неизвестно где а сейчас вы говорите вчера на ушло это чем я не говорю что она ушла так я вот это моя бумажка просто как держишь не потерялась 1603 направлена то сейчас я посмотрю я не знаю как курьеры и запаковали его не запаковали просто вчерашним числом она видите направлено они я его оттуда изъять чтобы я здесь сфоткался я как бы не подписал че такое обращаясь в полицию говорят обращаясь в дес они пишите в полицию обращаясь в полицию бездействует обращаясь прокуратуру бездействует говорят идите в суд обращаясь от аниме заворачивать мое заявление горит они у вас не подписаны издеваются а со второго раза приняли вот я только что был ознакомился надо так что с первого раза приняли и сразу разобрались а приходится всю жизнь тратить на это сплошные обжалования вот посмотрите на подоконник вот прокуратуре города сургут вот столько моих обращений по это сообщение совершенных преступлениях находится я серьезно выше моего роста ащи ничего не видит и не слышит туда в коридоре подошла сходить пожалуйста просто если она уйдет да конечно я могу вам оставить ну церокопия специально это распечатал чтобы ну для вас добро это да пристал да вот ему показать конституция статья 29 ну вот можете ему сказать статья 29 пункт 4 каждый имеет право свободно искать получать передавать производить распространить информацию любым законным способом а перечень за полном по да здание суда съемка запрещена на основании какого вот поэтому смотрите перечень сведений составляющих государственную тайну определяется федеральным законом там у вас федеральный закон федеральным законом и государственная тайна а какая это распоряжение председателя суда вы сейчас съемка скрываете местонахождение по столу видеокамеры выкладываете это в соцсети про чу секретная информация как бы да как бы или да это секретная как бы или да но в случае нападения на здание суда будет когда мы на вас что нападают и нападение мы же не с целью ясно это распоряжение мы должны купить так оно же не закона но не основано на законе закон это распоряжение председателя суда ну завтра он скажет надеть наколенники и ползать на наколенник маски же надели все маски надели а дальше что вакцинация чипизация наколенники все возможно все возможно это же неправильно я жду женщину она пошла это смотреть дело женщину жду она смотри дело пошло сможет найдет по никитиной я здесь ничего удалось найти я сказала девчонки может посмотреть они говорят все упакованы и чё ну теперь уйдет в ханты а оттуда можно и требовать только после рассмотрения да я к сожалению не знаю я не знаю почему можно конечно попробовать а почему в коробке упакован распаковать чтобы я знакомился с водкой и все ну сказали что уже сейчас все упакованы а в чем проблема перепаковать не знаю зайдите в какой кабинет 115 благодарю здрасте мне сказали дело упаковано уже да в этом кто неадекватный вы про меня говорите вы про меня говорите вы сказали неадекватный вообще у нас обед ну просто звучат какие-то это фразы в адрес мне так показалось здравствуйте можно это дело вот писала на ознакомление с материалами дела говорят у вас находится вроде как упаковано для отправки хмал 107 кабинет сказал я могу это в 20 ну просто если вы мне скажете это не нужен результат почему нет я делаю том что я позавчера приходил мне сказали что дело ушло в ханты а сейчас все сейчас выясняется что делать и не ушло а у вас и только вчера было направлено зачем вводить заблуждение разделу здесь я хочу ознакомиться с ним они сказали дело у вас у меня дело в том что ко мне поступает мы отправляем ханты мы на ознакомление не даем у нас нет таких полномочий это занимаются секретарь и все вопросы куда пожалуйста подняться на четвертый этаж взять добро у секретаря или с кем в год это с никитиной поговорить чтобы она дала добро резолюция здесь здесь не решается этот вопрос ознакавливаются в канцелярии секретарь суда кто у вас никитина это судья а секретарь суда так я уже откуда их секунду но его судья всего два кабинета идите к ним если дадут вам разрешение никитина значит вы будете ознакомиться с делом в канцелярии но и у нас мы отправляем корреспондента я понимаю ну по идее резолюцию судья должна наложить секретарь же не решает ничего так пусть она идет и спрашивайте заявление вот так оно давно написано 19 февраля а меня до сих пор не заканчивают вопрос этот не решит поймите вас правильно мы бы на руки вам не дадим пока не решат секретарю суда они так вот сейчас пойдем вот и бурлу что ой к этой никитин ну вот и бить и благодарствие сказали у никитиной надо добро получить и на 4 этажа кабин на 1 они же там не вы наложить резолюцию добро делать и здесь находится они говорят только судья может это дать добро на знакомый то есть вот либо секретарь никитина либо сама никитина пускай это буду не берет так я скажу что нет так нет воду два часа ждет добро здрасте здрасте нету выйдите пожалуйста вы отказываетесь вопрос можно задать один почему не принимаете иск подписаны ясно благодарю что вы вызовите пожалуйста всего хорошего дело то здесь находится не разрешил не весла в славе до он сказал я же у него спросил чё я ж почетно не захотела на общаться я зашел там написано приемные никитиной вот так ведь какой у нас правосудие дело здесь не знакомит и главное есть подал подписаны она мне заворачивать классы с не подписаны нормально ладно благодарствую все хорошие короче сделаем по бурловскому сова это ознакомился пошел в канцелярию 107 кабинет но она горит я говорю а где я делаю никитин это которые мне завернула первые а вы это знаете вот по информации горит вчера его направили ханты бегу как вчера я же бы это три дня назад приходил мне сказали что она в ханты уже ушло ну написано что здесь это здесь она это у этих находится который корреспондент занимается я захожу туда она говорит она упакована уже это его скорее всего не дадут посмотреть я захожу к этим которые упаковывают там какая-то фраза или звучит это типа вообще неадекватно это сейчас обед вообще я захожу что неадекватно вы про меня что ли нет я вообще сыну говорю хотя не телефон и ничего в руки не держал а потом специально телефон взяла типа на разговариваешь потом это они говорят мы не можем ничего решить я говорю кто может никитина типа я пошел это спросил разрешение у судебного пристава он сказал это можешь пройти я пошел захожу к никитиной она сидит на месте без маски я говорю это дайте мне это наложите пожалуйста резолюцию что я могу ознакомиться делать у вас здесь она вы кто такой кто вас пустил я щас пристава вызову побежала этого открыла дверь мне ведь выйдите и это начала там это секретарям горит вызовите приставов тут же пристав прибегает ты чё горит и к ней зашел кто тебе разрешил я бы так его в этого вячеслава к в кабаченко спросил он будет типа это точно спросил будет точно игрушка честно все все этот прибегает кабаченко говорит еще раз горит еще что-то там в ты получишь а кабаченко это кто кабаченко он не несколько раз принял физическую силу и ко мне к женщинам вячеслав тоже про него и свинью это в очках который нет белой маски вот очень никитина это без маски спалилась ты заснял ну и на вопросы не отвечала в общем сделала мне хочется ознакомиться то есть она сразу видно что он заведомо я спрашиваю почему вы иска заворачиваете если он подписанный был молчит я почему него в малу направили а потому что я частную жалобу подал на ее определение на и суд хмау сейчас будет рассматривать то есть может прилипнуть запросто поэтому бурлуйский принял со второго захода то что он не захотел прилипать почему со второго захода а между дважды до никитина отказала я в 2 2 распадал и сначала частной жалобы а потом 2 российского дом бурлуйский принял а никитина нет кто воспустил кто вам разрешил зайти сюда я говорю я сам зашел уже есть вообще никитин и куда деваться не у паника да да все без масок сидят над народом умятся девайки на море они именно из-за этого и закрыли чтобы с народом не общаться и не знакомить с материалами делали что такое девяносто февраля написал воле заявления на ознакомление с материалами делом и до сих пор не знакомы уже месяц прошел хотя по закону максимум три дня и должны знакомить вот такие дела и и Субтитры подогнал «Симон»